Всем привет, это UwebDesign. Сегодняшний ролик будет про SVG спрайты. Давно хотел записать, но все как-то условия не складывались, сейчас сложились, поэтому да. Посмотрите наши другие ролики, у нас есть Basic SVG, там я просто рассказываю, что это такое, почему это надо использовать. Недавно был, хотя может быть и недавно, месяц назад, SVG Animation. Там я рассказываю про три способа, как анимировать SVG, зачем это опять же нужно, почему это круто. И да, поэтому, а сегодня поговорим про SVG спрайты, в таком немного подкастовом режиме с импровизациями, потому что многие вещи из тех, о которых я буду говорить, я воспроизвести, к сожалению, не смогу, но будет все равно очень понятно. Вообще спрайты, они для чего нам нужны? Для того, чтобы было легче организовать и автоматизировать работу с набором изображений, и чтобы минимизировать количество HTTP запросов, то есть если вам нужно 15 картинок отобразить, не очень больших, то значительно проще их сгруппировать в один файл, подгрузить в сервер один файл и уже там его как-то порционно показывать. У нас есть на канале опять же старый-старый ролик про CSS спрайты. Аналогия должна быть понятна, то есть CSS спрайты, те самые, которые мы там в PNG делаем, с помощью компаса сейчас можно это делать с помощью чего угодно. Аналогия здесь будет такая, что там это растровые были спрайты, а сейчас это спрайты векторные. И различия здесь не только в форматах графики, но и в том, как мы эти изображения достаем. То есть я буду говорить о четырех способах SVG спрайтов, и в большинстве из них нам не нужно будет никакой странной математики с background position, который мы, как помним, CSS спрайтах классических растровых использовали. Здесь можно будет просто использовать блоково эту информацию. Ну, в общем, давайте смотреть. Давайте представим, что у нас все файлы лежат в директории SVG нашего проекта, и мы подключили какие-то... Да, то есть первый способ это собрать в один файл из директории SVG несколько SVG изображений в один. Для этого у нас существует несколько плагинов. Например, если мы говорим про grant и gulp, про которые принято говорить, есть grant, SVG store, merge SVG from a folder и gulp. То есть их сделали разные люди, но делают они одно и то же. То есть они несколько SVG файлов, вы здесь пишите, в какой директории они находятся, с каким там префиксом их использовать и так далее. Но вы значительно лучше меня знаете, как пользоваться grant и gulp, поэтому да, обязательно. Все это в один SVG файл вкидывается, и каждый элемент, каждый файл, который там был, они в символ, в элемент символ кладутся. То есть да, давайте посмотрим, как это выглядит уже в готовом варианте. То есть вот такой SVG файл, здесь у меня SVG sprite.svg лежит. У него нужно указать, как это, namespace, да, то есть что это у нас XML и это SVG. Если вдруг ваш сервер или браузер этого не поймет по дефолту, а в большинстве случаев не понимает. И вот так несколько символ элементов внутри SVG. Почему используется символ? То есть раньше использовали элементы g, то есть групп, которые прямо из иллюстратора экспортировались, если помните, то сейчас используется символ, потому что, во-первых, у каждого символа можно указать свой viewbox. Это, чтобы вы понимали, оно определяет размер изображения и соотношение его сторон. То есть 0,0 это значит в левом верхнем углу, 274 пикселя по горизонтали, 223 по вертикали. Это напрямую можно отражать в CSS, при том, когда вы делаете responsive SVG, то есть вы пишете ширину, высоту, если они совпадают вот с viewbox по соотношению сторон, то есть можно делать, увеличивать во сколько угодно, потому что это векторная графика. Если совпадают по соотношению сторон, то будет одинаково. Если не совпадают, то могут поля быть белые. Ну, то есть white space либо вокруг, либо сверху снизу, в зависимости от того, с каких сторон вы это прижимаете. Это, я не помню, как это в видео называется, но какой-то бокс. Ну, в общем, вы поняли, когда широкоформатное видео, у вас сверху черные поля, или старое видео на широкоформатных мониторах, у вас по бокам черные поля. Вот здесь примерно то же самое. То есть есть много статей про это. Я, может быть, в Basic SVG ролике об этом тоже рассказывал, поэтому да, посмотрите. Так вот, и символ по дефолту не рендерится. То есть если мы этот SVG файл откроем в браузере, то он будет пустой совершенно. И да, то есть символ по дефолту не рендерится. Он рендерится только когда к нему обращаются по ID-шнику. То есть дополнительно никаких не будет манипуляций в браузере производиться. Ну так вот, в общем, первый способ. Мы напрямую в inline в HTML кидаем вот этот SVG и смотрим, что из этого получается. То есть вот у меня тут есть тестовый проект. Так, я сейчас как-нибудь это разведу. Мне там в комментариях советовали, какие использовать программы для того, чтобы удобно было разводить вот это все по углам. Редактор кода и браузер. Я как-то все еще не попробовал, поэтому я здесь напоминаю, в импровизационной манере немного это все покажу. Поэтому да. То есть мы на какой-нибудь хук вешаем. На Genesis Before я в данном случае вешаю. Это в самом начале, как только открылся Tag Body, есть вот такой хук. И я вешаю вот этот вот SVG Sprite PHP. Я туда просто его вкинул. То есть если мы inline-ово SVG вкладываем, не обязательно namespace писать. Можно так. И display none я делаю для того, чтобы пустовое место. То есть даже несмотря на то, что внутри этого SVG только символы, пустое место в браузере будет все равно показываться, если я не сделаю display none. Поэтому да. Но для последующего рендера символов, если мы к ним обращаемся, совершенно это нам не будет мешать. Мы его просто вывалили вот так. То есть если мы сейчас посмотрим по инспектору, то вот у нас вот этот SVG лежит сразу после открытого тега Body. Если вы используете не WordPress, а что-то другое, то, ну короче говоря, вам нужно inline-ово положить этот SVG на страницу. У меня здесь вот в футере есть вот такое social menu. На самом деле это очень классический пример. Оно сделано с помощью иконочных шрифтов font awesome. Я не уверен, буду ли я это переделать в SVG, но допустим, я хочу это переделать в SVG. Вообще у Криса Койера есть крутая статья inline-svg-vc icon fonts, типа бой. Ну вот здесь он по пунктам разбирает, что несмотря на то, что иконочные шрифты векторные, к ним анти-алиасинг применяется. И вот здесь видно, что он немножечко заблюренный. То есть по отношению к тексту это круто, по отношению к иконкам это не очень круто, поэтому он на CodePen все заменил SVG. Кроме этого еще можно управлять, ну то есть или скриптить, или стилизовать с помощью CSS JavaScript SVG поэлементно, то, что я показывал уже в ролике SVG Animation. С иконочными шрифтами этого сделать нельзя, с позиционированием там как бы, ну, некоторые проблемы могут быть, оно там в псевдоэлементах выкладывается по умолчанию и так далее. В SVG это просто, ну, это HTML элемент, он на странице как хотите, так его и стилизуете. Там в зависимости от того, блоковый он или не блоковый, это все может быть по-разному. Ну, здесь есть много багов, которые со шрифтами, ну, здесь вот они описаны. С SVG достаточно нормально все, то есть и E9 и выше работают прям из коробки все. Семантические иконочные шрифты, это такие как бы все вдоэлементы непонятно что, а SVG, ну, это изображение. То есть для поисковых систем, для скринридеров SVG, особенно если вы там title, description и area роли укажете, это прям круто. По легкости использования, ну, существует много тузов, мы о них поговорим, вот про SVG Store уже говорили, которые позволяют тоже очень легко билдить несколько SVG в один спрайт, поэтому здесь это никакая не проблема, хотя, в общем, даже с иконочными шрифтами зачастую это более проблемно получается. Про поддержку браузеров я уже сказал, то есть 8 и ниже очень хреново поддерживают SVG, но на самом деле я потом покажу, есть такая, такой инструмент SVG for everybody, он нормально fallback делает для, для всех браузеров, поэтому с этим как бы, ну, никаких проблем нет. Так вот, вернемся сюда, то есть здесь у меня это просто обычными, ну, как бы, настроечками, если есть ссылка, то показывается иконка в футере. Вот так это выглядит в PHP, и я здесь сделал уже несколько комментариев, как бы это выглядело, если бы мы использовали inline SVG. Вот, допустим, я Twitter и Facebook сейчас закомментирую, как иконки фонт-осомовские, и раскомментирую вот такое использование. Когда у нас весь SVG лежит в inline, то мы с помощью элемента use можем к нему обращаться по ID-шнику, то есть, если вы помните, у нас там ID-шник, Twitter, айкон, Facebook, айкон. Для каждого символа можно свой вьюбокс указывать, здесь не проблем, что-то квадратное, что-то не очень квадратное, поэтому, да, оно будет нормально рендериться. Вот, и можно вот так xlink, href по ID-шнику, я сейчас здесь сохраню, у меня тут автоматически перезагрузилось. Вот они, SVG-шечки наши уже лежат здесь, Facebook и Twitter, то есть я тех брендовых цветов, каких надо, сделал Phil. И, да, то есть, но он, как вы сами уже можете догадаться, проблема вот этого inline-ового SVG в том, что браузер его не может закешировать, то есть, несмотря на то, что SVG это XML, XML это текст, он очень хорошо газипится, если бы у нас был какой-то большой SVG-спрайт, там намного килобайт, то его бы намного выгоднее было закешировать. Это можно сделать, можно, здесь я отсюда это уберу, и вот тут, где я это комментировал, закомментирую обратно, раскомментирую, вот такое обращение. Если у нас просто это лежит в директории, в моем случае в фронт, и там SVG-спрайт.svg, то, что я вам уже показывал, с namespace, можно обращаться к нему вот так вот, то есть, Xlink-Href, мы здесь берем ссылочку, и к ней тоже делаем хэш Facebook icons, сейчас то же самое сделаю с Twitter, как вы уже можете видеть, иконки пропали, то есть, я отключил inline-овое SVG, там в экшене вот здесь, сейчас я здесь сохраняю, и иконки появляются обратно, то есть они inline-блоковые, по-моему там, сейчас посмотрим по инспектору, да, вот видите, там закоменчено, здесь вот он есть, use, и этот SVG, нет, он вообще inline-овый, ну, как бы это не очень важно, короче, вы говоря, поняли, можно внешний файл точно так же подключать, SVG-спрайт, .svg, и к нему вот так вот доступаться, то есть, ну, здесь может быть в PHP не так понятно, по факту здесь адрес тот самый, то есть, вот у меня по банджур адресу, мой локальный хост, самовар, vp-контент, там, т-т-т-т-т-т, front.svg-sprite.svg, то есть, да, вот это первые два способа, то есть, либо inline-ово в HTML, либо в отдельном файле, кстати, я не помню, где-то я прочитал, что в мобильном Safari есть баг, что если вы отдельный файл вот так вот подключаете, типа svg-sprite.svg, то его нужно, а хотя не обязательно даже отдельный, и inline-ово в том числе, его нужно подключить до того, как вы обращаетесь к этим файлам, то есть, если у вас вот эти юзы где-нибудь в хедерном меню, допустим, тоже там какие-нибудь иконки, например, вот этот вот, вот эта лупа, а сам svg-вы inline-ово выложили где-нибудь там под футером, чтобы он не мешал рендеру, то у вас на айфончике иконка просто не покажется. То есть, я не знаю, насколько этот баг устранили там в восьмой прошивке или когда-то еще, но на момент, как я смотрел теорию по этому ролику, все еще этот баг присутствовал, поэтому да. Еще один способ svg-спрайтов, который можно назвать svg-спрайтами, это когда вы svg напрямую в css-файл дата-имиджами вкладываете, то есть вот, например, как у меня здесь. У меня здесь есть author-бокс, вот такой вот авторский бокс, здесь берутся 4 ссылочки из юзерной информации, да, и вот эти 4 картинки, это svg. просто я хотел попробовать именно вот этот вариант. Есть опять же тулзы, которые вам вот это все генерируют, они называются grant-икон, gulp, iconify, абсолютно зеркальные два проекта, то есть опять же для гранта и для галпа, у вас лежат они в папке с svg, ну не важно где, вот вы видите, пишите, по директорию подключаете, и вам генерируют scss, css файлы и так далее, в которых уже вот такие штуки указаны, то есть в качестве бэкграунд урлов лежат svg. Это тоже удобно, может быть, не знаю, здесь это не кэшируется, но газипится, хотя собственно сам-то css файл кэшируется, поэтому да, здесь у вас тоже задница прикрыта, ну здесь вам надо вот полностью дата-имидж svg, xml, utf8 и непосредственно всю разметку, прям как есть, вывалить, ну как вы можете видеть, работает, то есть если мы сейчас здесь проверим объект, но здесь как бы минус в том, что нельзя это никак не стилизовать, не скриптить, потому что, ну здесь-то ссылочный элемент, а у него просто вот такой бэкграунд, где он, для чего это? А, бэкграунд для лишки, который вокруг ссылки, ну не важно, вы понимаете меня, то есть есть определенные ограничения с этим, но это тоже принято считать svg спрайтом, кстати, для этого есть еще и онлайн тулза, то есть грампикон, это типа как Unicorn, я так понимаю, не знаю в честь чего это так названо, вы drag and drop идете сюда svg, он вам генерирует один вот такой вот файл с data URL-ами прямо в CSS, то есть вот это, это третий способ считается svg спрайтом, есть еще и четвертый способ, он называет, он, не знаю как его назвать, короче говоря, у вас один большой svg файл, и в нем не символами это все указано, а под одним вьюбоксом несколько иконочек, то есть как в CSS спрайте, покажу прямо на примерах, потому что, потому что на примерах нагляднее, то есть на CodePenny будем смотреть, так, сейчас я эти svg store тут закрою, то есть есть у нас вот такая анимация, и при ресайзинге, так, сейчас я редакторы кода помещу наверх, при ресайзинге у вас меняется картиночка, то есть вот она желтая, и потом, так, сейчас я попробую ресайзнуть, прям на телефон, она еще меньше должна, вот она, вот такая анимация, там тем не менее есть, здесь, если мы посмотрим в сурсах, этот svg файл, он включает в себя, так, где здесь сурс, а, он здесь инлайновый лежит, беда, ну в общем здесь, сдвиг идет по Media Queries, если мы до определенной ширины достигли, то в Ubox перемещается в другую сторону, то есть, ну короче говоря, классические, классическая фишка с бэкграундом, он сдвигается чуть-чуть по вертикали, и все, мы видим другую картинку, вместо того, чтобы три svg файла разных выкладывать, или как в таком подходе responsive svg, когда вы просто внутри одного svg по Media Queries какие-то вещи убираете, то есть, перекрашиваете в какой-то цвет, это все можно сделать средствами css, но я думаю, здесь средствами css это и сделано, то есть, вы можете потом сурс посмотреть, но намного более понятно будет на следующем примере, я не знаю, зачем я этот включил, но почему-то он мне показал созанятным, вот здесь будет намного понятнее, то есть, здесь у нас классическая спрайтовая анимация по шагам, здесь вот такая капелька, она векторная, то есть, это можно сделать с помощью png, но иногда, зачастую, это в векторе сделать удобнее и проще, то есть, здесь, кстати, есть fallback, так, нет, fallback дальше, но svg splash, то здесь png спрайт, вот давайте посмотрим, как выглядит png спрайт, вот так он выглядит, то есть, здесь по вертикали кадры смещаются, вот он есть, и точно по такому же принципу есть svg спрайт, который векторный, который круто выглядит на всех экранах, и да, анимируется точно так же по шагам, то есть, с помощью steps, каждый шаг сдвигает background position на 3000 пикселей в минус, то есть, двигается лента сверху вниз, грубо говоря, по кадрово, то есть, вот такая крутая анимация, здесь, кстати, даже адаптивность есть, когда вот эти рифы отключаются, то есть, вот она, ну, это так уже, это вопрос о том, что code pen можно доводить прямо до совершенства, здесь вот есть fallback и для этих сплэйшов, ну, неожиданно, можно пойти еще дальше, использовать несколько svg спрайтов, то есть, в данном случае, вы видите, 4 svg спрайта, по-моему, то есть, первый это человечек, фигур, у него вот такой вот svg спрайт, давайте посмотрим, то есть, вот он, пошагово идет, разноцветный человек, после того, как, у него, кстати, да, тоже, тоже пошагово это происходит, в 9, да, есть png fallback, чтобы вы понимали, то есть, он достаточно долго подгружается, в сафари растровые картинки по центру показывает, svg все-таки сбоку, и здесь полностью svg приходится скроллить, вот, потом foreground, это то, что чуть-чуть поближе нам будет, сейчас увидите, несколько таких прозрачных svg, дает неплохой эффект, то есть, вот такие деревья, они двигаются, тоже плавненько, в сторону, то есть, видите, здесь линейная анимация, без каких-либо, тайм-функция, без каких-либо всполохов, то есть, она просто двигается и двигается, вот этот svg тоже двигается, это серединный слой, так скажем, это типа, я не знаю, дома, не дома, тут какая-то хитрая абстракция, да, наверное, это он по тротуару идет, здесь спереди него деревья, там дома, а там дальше вообще космос какой-то, ну, можно сделать и что-нибудь более понятно, то есть, здесь вот, тут тоже вот такая абстракция двигается сзади, здесь принцип точно такой же, как в PNG спрайтах, то есть, ну, в растровых, то, что мы привыкли делать, вот эти анимации, уже все сто раз было сделано, как кораблик плывет и так далее, можно это и векторно делать, с помощью вот, это четвертый способ, когда вы бэкграунд все-таки смещаете, ну, эти способы, они для разного пригодны, то есть, где-то вы вот так вот подставляете много иконок, можно на наведении заскриптить по JavaScript, на это наводите, а тот символ, который в самом начале у вас меняет цвет, это все можно сделать легко. Да, то есть, если у вас много SVG файлов, я вот тут частично не переделал, то есть, если мы здесь посмотрим, где бы это посмотреть, так, в мобильных меню, что ли, да, здесь я вот тоже SVG выкатываю прямо как есть инлайново, но они не очень большие, поэтому здесь как бы дополнительных HTTP запросов все равно нет, это закрывающие штуки, которые на мобильном лояуте, вот эти, здесь еще и съехало что-то, ну, в общем, вы поняли, это еще не доделано, вот эти крестики, они просто инлайново сделаны, может быть, я это все переведу в один SVG спрайт, не знаю, это как бы как будет хотеться, но да, поэтому, вот это имею сказать по SVG спрайтам, 4 способа, много тулзов, пишите в комментариях, что думаете по этому поводу, чем пользуетесь, и да, не забудьте посмотреть, если вы досмотрели досюда и не видели еще SVG Basics и SVG Анимации, это тоже очень интересные ролики, поэтому да, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Твиттере, ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, и слушайте наши подкасты, которые выходят по понедельникам в iTunes, всем удачного дня, пока! Субтитры сделал DimaTorzok